мир всем так мир всем братья и сестры с миром мир всем дядя Игнатий привет передают девочка дядя Игнатий дядя Игнатий дядя Игнатий дядя Игнатий Продолжение следует... 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 Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я прошу прощения, я на прошлом занятии закладку не сделал. Продолжение следует... Продолжение следует... И дана ему власть над четвертой частью земли, умерщлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Продолжение следует... Четвертый конь бледный, образ смерти и мертвенности. И на этом коне всадник, которому имя смерть. От многого в жизни уходит человек, но не от этого всадника. Этот всадник настигает всех. Иным он долго дает уходить от себя, иных настигает стремительно и уравнивает всех. Слава, ум, честь, богатство, простота, бесчестье, нищета, все сравнивается. Корона и ордена, бархат и лохмотья, все остается здесь. И лежит зловонный, недвижимый, бледный труп. Вид кладбища печален. Там настигнутые всадником, которому имя смерть. Когда-то это люди жили, боролись, любили, ненавидели, грешили, к чему-то стремились. Теперь лишь тоскливо завывает ветер над горестными омками. Далее сущая. И ад следовал за ним. Толкование. Скошены колосья. И тут же собираются. Куда? Вопрос. Писание говорит об аде и рае, киене и новом небе, новой земле и новом Иерусалиме, о сиюминутном и вечности. В жизни мы часто говорим ад и рай, имея в виду потустороннюю вечную жизнь в мучениях или в блаженстве. Если же быть догматически точными, то надо различать состояние до страшного суда и после. До суда и кончины века есть ад и рай, как места пребывания душ усопших людей. Слово ад по-гречески означает подземное царство или царство умерших. По-еврейски это звучит шеол. До спасительной жертвы Христа на кресте души и льва. Херувим с огненным обращающимся мечом охранял врата рая и никто в них не мог войти. Но и праведного и неправедного одна участь постигает их всех. Экклесиаз 2.14. Об этом была и великая печаль. Далее библейская цитата. Это та и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. Это глава 3 стих. И не только в смерти уравнивались все, но и после нее шли все в одно место. Потому и псалмопевец Давид говорит о себе. Сойду ли в преисподнюю? Псалом 138.8. Об этом посмертном бытии в шеоле аду говорит Экклесиаз как о днях темных, которых будет много. 11 глава 8 стих. Праведный Иов говорит о своем отходе. Далее библейская цитата. Иов 10 глава 21 стих. В страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Хотя состояние разных душ там в аду было разное. Он описывает вхождение в ад царя Вавилонского. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Все они, умершие цари и вожди, будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы. И ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордость твоя. За всем шумом твоим под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Книга пророка Исаия, 14 глава 9 по 11 стихе. Но иначе видит свое схождение в ад Давид. Сойду ли в преисподнюю, и там ты, Господи, Салом 138, 8. Праведные там успокаивали. Вот мы видим Самуила, потревоженного через аэндонскую волшебницу Саулом. Сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» Первая книга Царств, 28.15. «То есть по смерти он нашел упокоение. На разное состояние в аду указал и Сам Спаситель, рассказывая о богаче и бедном Лазаре». Евангелие от Луки, 16 глава 19 по 31 стихе. «Но участь у всех была одна, пока не явился сокрушитель главы Змиевой Христос, который не сходил в преисподние места земли, пленил плен, победил ад Христос, был умерщлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал». 1 Петра 3.19. О чем апостол Петр так говорит? «Для того и мертвым было благовествуемо». 1 Петра 4.6. «Но вот слышим победный клич апостола Павла. «Поглощена смерть победою». «Смерть, где твое жало?» «Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам, 15 глава, 54-55 стихи. «А тайновидец Иоанн видит Христа, имеющего ключи». «Ада и смерти». 1 глава, 18 стих. «Так ад оказывается плененным, ныне праведные во Христе наследуют по обетованию жизнь в раю». «Ты сегодня же будешь со мною в раю», сказал Христос разбойнику на кресте. «Читаем в Евангелии от Луки, 23 глава, 43 стихи. «Для людей же нечестивых за смертью следует ад». 6 глава, 8 стих. «Однако сейчас и в раю еще блаженство несовершенное, как говорит апостол Павел. И там еще не достигли совершенства». Евреям 11, 40. «И в аду мучения не окончательны, ибо взятый в плен ад» в Кисяном, 4, 8. «Будет еще ввержен в озеро огненное гиену». Так от рая надо отличать новое небо и новую землю, вечное блаженство. А от ада, где ныне некое страшное ожидание суда, надо отличать ярость огня, гиену, куда ад будет ввержен». В этом будем читать в книге Откровения, в 20 главе, 14 стих. «И вот видит Иоанн смерть и ад за нею следующее. И дана ему власть над четвертой частью земли, то есть погибнет четвертая часть людей». Если по нашему времени, то получается как раз один миллиард. «Умерщляя мечом, великие войны и голодом, и мором, и зверями земными, вся эта убийственная сила обратиться на людей, то будет великая кара Божия». Так описано вскрытие первых печать. «Они схожи между собой тем, что каждый раз одно животное призывает святого Иоанна подойти и посмотреть. Вид животного соответствует тому, что является перед глазами апостола. Каждый раз выходят всадники на конях разных цветов – белый, рыжий, черный, бледный». «Толкование закончено, можно задавать вопросы по этому стиху. Или какое-то, может быть, дополнение у кого есть. Пожалуйста». «Ну, на меня, как на дрессировщика, взгляд упал на слова, что будут люди умерщвены зверями земными. Как раз сегодня я изучаю тему бродячих собак, просматриваю ролики в интернете, как собаки убивают людей. Пока это не в больших масштабах, бездомные бродящие собаки, дикие. Но считаю, что возможны даже военного действия, провокации, когда бешеная собака сбрасывается на территорию врага. Даже не одна стая бешеных собак, искусственно зараженных. Те кусают других собак, те кусают людей, и страна вымирает буквально за считанные дни. Это ужасно. И книга «Откровение» говорит об этом, как это будет, так ли будет происходить или каким-то иным образом. Но в то же время читаем жития святых, где те же самые звери спасают святых от лютой смерти. Поэтому тоже вот я недавно священника Головин, фамилия из Болгар, Владимир, по-моему, назовусь. Тоже отвечает на вопрос о том, вот люди переживают, а как же будет во времена Антихриста, да вот там тоталитарный контроль, да вот как же всем печати понаставят, да что же мы будем делать. А он так спокойно отвечает, ну говорит, во все времена были герои веры и предатели веры. И как раз во времена Антихриста проявить свой героизм смогут большая часть христиан. Поэтому бояться этого не нужно. Адам в раю пал, в раю, то есть рай ему не помог оставаться верным Христу. Он послушал голос жены, та послушала голос дьявола, который обольстил ее и пал, оказался неверным Богу. И ад сегодня не пленил. Христос проповедью вывел из ада. Поэтому, ну что он говорит, так что вы так переживаете, вот Антихрист, Антихрист, столько роликов, печати. У вас, говорит, туда сатана совершенно уводит. Вам нужно думать не о том, как будет что-то технически, как там собаки будут убивать, или звери, или что. А как оказаться верным Слову Божию? Если ты в верном Слову Божию останешься, ничего тебе не повредит. Ни Антихрист, ни... Ничего. Даже всадник белый смерть тебе не может повредить. Смерть не имеет над ним власти. Переходит из этой жизни в жизнь. Смерть это успение. Мы же каждый вечер засыпаем и каждое утро просыпаем. Так же и смерть. То есть начертание можно смело получать, все нормально, да? А кто сегодня ставит начертание? Те, кому попущено. Кто сегодня ставит начертание? При фотографировании на карточку универсальную УЭК, или на биометрический паспорт, ставится начертание лазером на лошадь. Ставится кем? Чем? Работниками паспортных служб этих? Они все антихристы. Слуги. Слуги антихристов. Да. Хорошо. Как имя того, кому они служат, имя человеческое? Фамилия, имя хотя бы? Какая фамилия, имя? Он зверь. Фамилия, имя того, кому они служат. Фамилия, имя... Откровение говорит, зверь. Ну, хорошо. Роман, хватит, хватит. Все, хватит. Какой породы этот зверь? Хорошо. Какой породы, какого вида? Где он живет? Это второй зверь, в откровении говорится о нем, он выходит из земли. Вот. И он, второй зверь, то есть это предтеча антихриста. Ему дано ставить начертание. Внимательно. Мы подойдем сейчас поближе, будем говорить конкретно. Ну, имя человеческое. У него должно быть имя. Как имя это? Какое имя человеческое? Число человеческое. Шестьсот шестьдесят шесть. Какое имя? Ну, это же имя. Как там? Кто он там? Вот номер его, шестьсот шестьдесят шесть. Ну, и кто носит этот номер шестьсот шестьсот шестьсот? Кто таким номером именуется сейчас? Вот сейчас кто получает биометрические паспорта, налог всем их. Но там невидимо оно сначала, оно проявится чуть попозже. Ой, дорогой, ладно. Так, не смущайтесь, имя. Иди, Паша, скажи, пускай дурью не мается, а? Уже замучил. Роман, ты там молчи пока со своим шестьсот шестьсот шесть, а? Так, братья, здесь есть ведущие. И, пожалуйста, давайте соблюдать правила. Иначе я всех сейчас забаню на месяцок-другой. И будете самостоятельно изучать. Каждый может высказать свое мнение. И каждый может высказать свое. Но у нас правило поднятию руки и не надо устраивать балаган. Идем дальше. Сережа, может высказывать мнение хоть кто-то, но не человек, который живет в Потеряевке и мелет какую-то чушь. Игорь, я тебе делаю последнее замечание. Говори, можно сказать? Я говорю, можно. А ты говори тогда. Если я скажу, нельзя, значит, не говори. Живет в Потеряевке и мелет чушь. Ну, давай опровергни меня. Я тебя не могу опровергнуть. Но он свое мнение высказал. Я тоже был когда-то такого же мнения. Звонил Игнать Тиховичу. Говорю, Игнать Тихович, поздравляю. Вы взяли загранпаспорт перед тем, как он на благоествия. Вы приняли печать Антихи. Что он мне ответил? Дурачок. Я тогда страшно обиделся. Как же дурачок? Я же самый умный. Я же вычислил этого зверя-гада. Я же умнее других. Поэтому и вот этому Роману тоже хочется сказать. Дурачок. Но он обиделся страшно. Как и я. Я в свое время обиделся. А почему я... Потому что истина всегда так тяжело проталкивается. Понимаешь? Всегда. И только Игорь спасибо ему за то, что он показал, что я на верном пути. Он подтвердил это. Он быстро возбудился. Да. Возбуждение против лжи, это не является истиной. Это как раз почему. Если бы он молчал против лжи, конечно. Я возмущен своей ложью. И когда-то я тоже был на этом же пути, веря, что приставится печать антихриста. Я тебе еще раз говорю. При печати антихриста, сквятые, дай сказать, подожди, не перебивай. Я... Твою чушь услышали здесь. Вот. И назвали это чушью. Вот. И все. И ты согласись с этим. Я не принимаю этой чушью. Так, нет. И многие другие. Не принимаем. Ты принимаешь, что это твое право. До поры до времени мы тебя терпим. Понимаешь? Я прошу до 13 главы. Дотерпите. Поговори по конкретному. До 13 главы я тебя лишаю слова. Все. Все. Понял. Если ты вытерпишь, молодец, значит. Все. Значит, ты на истину можешь быть пути. А если не вытерпишь, я тебя баню. И в 13 главе я тебя подключаю. Согласен? Пока только шестая. Мы уже начинаем друг друга обзывать, оскорблять. Какие же мы христиане? Итак, откровение 6 глава 10 стих. И возопили они громким голосом, говоря. Таколи, владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле. Друзья, закрой в нашу толкование. Может возникнуть вопрос. А как же любовь к врагам? Да. Пока они были на земле, они любили своих врагов. Благотворили им и молились за них. Первый христианский мученик, архидиакон Стефан, убиваемый камнями, громко молился о своих птицах. Господи, не вмини им греха сего. Деяние 7.60 Но не вечно это благоприятное время, оно сменяется временем суда. Так говорит Виктор Бюго. Человек свободен здесь, но ответственен там. Не злобная мстительность, а святая справедливость бывает о воздаянии. Так, у кого-то микрофон не выключен. Сергей Ильин, у тебя. Итак, еще раз повторю. Не злобная мстительность, а святая справедливость взывает о воздаянии. Далее читаем в послании к евреям, 12 глава, 24 стих. Говорит кровь Авелева, взывает к небу о правосудии, таколе придет на вас гонителей вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного. В возгласе убиенных мучеников слышится и некоторое недоумение и мольба о праведном суде, о славе божественного правосудия. Доколе владыка святой и истинный, не воцарится святость и истина. Таков закон справедливости. Неправедность отрицается, неправедный осуждается. Желающие задать вопросы, пожалуйста. Вот, ну понятен смысл этих стихов. То есть, казалось бы, да, святые на земле, умершие, святые, мученики, как бы молятся Богу, доколе не мстишь, как будто они желают вместе такой. И резонный вопрос, а как же любовь к врагам? И здесь нам толкователи четко и ясно объясняют. Там, уже после смерти, желание справедливости. А здесь, на земле, любовь к врагам, да. Вот у мусульман, у них, ну тоже я слышал, отомстить врагу, это дело такое высокое и почетное, так скажем. Но если ты простишь, тебя уважать будут больше. Даже у них такое есть. Вот. Я тоже, когда вот еще только к вере приходил, у меня была беседа с одним человеком, тоже о двух верах, какую веру, какая вера правильная, православная, либо мусульманская. Я говорю, православная правильно, она учит любить, прощать врагов, любить врагов и прощать. Мне это близко. Он говорит, ну конечно, говорит. Я говорю, а вот у мусульман там главное отомстить. Отомстить, если там твою жену или там дочь оскорбили, убили, он все-таки сжал хватает, сразу отомстил, все. Вот. И я тогда еще как бы понимал, что прощать, любить, это намного выше и возвышеннее, и духовнее, и божественнее. Прощать врагов, это небесное учение, неземное. Некоторые мусульмане это понимают. Ну а он мне, этот человек-то говорит, о, какой там христиан, любить врагов. И мне вместо Библии, говорит, у христиан то же самое, говорит, что у мусульман. И он мне приводит, открывает Библию и говорит, я читаю, сейчас дословно не помню, но смысл, по-моему, из псалмов. Давид пишет, с утра буду истреблять нечестицу из земли. Вот видишь, говорит, у христиан даже такое, истреблять нечестицу. Я так смутился, еще так, это самое, помню, это было много лет назад, еще я Игнать Тихонович даже не знал. Вот так вот он меня, и как вот ему ответишь, и вот давайте порассуждаем здесь, сама по себе месть, это хорошо, это добро или зло. Святые, умершие, просят об этом Бога. Доколе не мстишь, они святые, они уже в раю, и такие слова произносят. Доколе не мстишь, и надо ли нам здесь, на земле, живя, мастить, если там святые этого хотят? Кто желает ответить? Давай я скажу. Давай. Не мстите за себя возлюбленные, написано. Мне отмещение, я воздам, говорит Господь. Если ты хочешь отомстить, то сделай добро, напои врага, накорми его, помолись за него. И написано, и этим ты соберешь горящие угли на его голову. Но это в том случае, если он не покается и останется таким же врагом тебе. Господь сам будет мстить за тебя. Тебе нужно только на зло отвечайте добром, написано. На зло злом не отвечайте. А те, которые будут творить зло, они в этом зле и погибнут. А которые покаются, тебе будет награда, потому что ты поступил так, как заповедал тебе Господь Иисус Христос. Но это как бы еще и Бог Отец заповедал, но когда ты про Давида сказал, это Ветхий Завет. Господь там конкретно говорил, кого истребить. Гиргисеев, Иусеев, Амалеев, Амаликитян, истребляли их беспощадно, евреи. Убивали так, что до сих пор это помнят все народы, и евреев страшно ненавидят. Не просто не любят, а ненавидят. Возьмем Гитлера, который хотел истребить, да не только его. И Сталин потом до этого же дошел. Любой тиран, любой диктатор доходит до того, что евреи становятся ненавистными. Или христиане. Почему? Потому что эти люди, евреи и христиане, противопоставляют себя сразу вот этому человеку, который сидит на главе у них. Потому что они больше любят Бога, нежели людей. Даже мать и отца, даже детей своих и жену меньше любят, чем Бога, чем Иисуса Христа. Ну вот приблизительный ответ. Благодарю за ответ. Да, ну такое желание справедливого воздаяния это есть добро. И то, что этой справедливости сегодня на земле нет, то есть мы видим убийцы, олигархи, террористы процветают, живут прекрасно, как бы казалось бы, а где же Бог, где же справедливость? А это прямое доказательство, что Бог существует, что если справедливости нет в этой земной жизни, то она настанет в вечности. Мы, христиане, в это верим. Можно я тоже скажу чуть-чуть? Сейчас, секунду, я закончу. И само желание справедливости, ведь Бог не несправедлив, зло должно быть наказано, уничтожено, как говорил Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме. Кто против этого пойдет? Да никто не пойдет. Вот. Теперь же вот желание любить врага и отомстить врагу. Вот если мы бы врагов любили и молились, желая, чтобы они перестали быть врагами, там писание говорит, если пути праведника угодны Богу, он и врагов его примеряет с ним. ну, убил ты врага, отомстил ему, ну, у него, ты не дал ему времени для покаяния, это неправильно. Ты убийца. если ты дал ему шанс покаяться и примириться с тобой, ты приобрел брата своего. Браг становится братом. Это вот это вот как раз небесное учение, которое не каждому, к сожалению, дано понять. И мне оно не сразу открылось. И друзьям моим православным хорящим храмам говорят, как любить врагов? У нас всю жизнь учили хватая автоматы и вперед за Родину за Сталин. Проливать зло должно быть, добро должно быть с кулаками, уничтожить. Вот прежде, вот Господь уничтожит, это вот говорит о том, что нет веры, Господь уничтожит зло, если не на этой земле. Он его попускает для чего-то. Во-первых, для нашего исправления. Для нашего исправления какая-то беда, есть такая поговорка, беда до порога, мы до Бога. А нет беды, так и люди живут тепло-хладно и вот. Давай, Сергей, Ильин, да, я закончил. Спасибо, Господи, слава Богу. Здесь вот чем, если мы возвратимся к откровению, то именно вот в конкретном случае говорится о тех душах, как бы понятно, дано Евангелие, прощайте врагов ваших. и здесь говорится о тех людях, которые за свидетельство были умерщвлены, не просто умерщвлены, а были за свидетельство, кто уже выполнили эту заповедь. Эти души, они выполнили заповедь любите врагов ваших, Евангельцу, которая дана нам на земле. Но они спрашивают уже в вечности у Господа, доколе не мстишь, причем живущим на земле, хотя из этих людей многие уже, которые проливали кровь, погибли, уже находятся в аду, да, скажем, или где там, они спрашивают, доколе не мстишь живущим на земле, доколе будет на земле продолжаться вот это вот беззаконие, гонение на христиан и противление Богу, то есть почему ты не мстишь, почему ты не прекратишь вот это вот, что еще до сих пор убивали, убивают и собираются убивать и ненавидят христианство и всякое дети всякой лжи и этим людям, которые сейчас на земле живущие, ты им не мстишь, вот о чем здесь речь идет, а не в нашем личном отношении, нам дана заповедь и все, нам здесь заповедь выполняем молча, любите врагов ваших, и здесь никаких гвоздей, а уж воздаяние будет у Господа, но это говорит о тех, которые уже выполнили эту заповедь, вот, и они уже могут спрашивать, а мы еще и спрашивать не можем, мы только можем выполнять, спаси господи, прости меня, еще кто-то хотел сказать, Сергей Игнатов, слышите меня, но я еще могу сказать, немного, ну только немного, минуту, дело все в том, что вот эти люди, которые, они взывают, души людей, которые взывают от престола Господня, они не все выполняли заповеди Христа, многие из них, как Давид, он не знал Христа, какие он заповеди выполнял, он убивал людей, ему было намного проще, он убил и все, и нету врага, как говорится, собаку зарыли, а вот ты попробуй христианские заповеди выполни, вот это намного уже сложнее, не убивая, а просто молясь. Сереж, я все-таки скажу, ладно еще, смотрите, вот о чем говорится здесь, и возопили они громким голосом говоря, доколе владыка, святый истин, не судишь и не мсти живущим на земле за кровь нашу, а до этого в восьмом стиху, в стихе говорится, убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, то есть это уже новозаветные праведники, а новозаветных говорится, спаси Господи. Да, да, ну, тогда следующий вопрос, вот, как, как на сегодняшнее время конкретная ситуация, значит, террористы, все эти, видели кадры в интернете, значит, в оранжевых одеждах, христиане, молятся Бога, они им отрезают голову. Ну, кому это понравится сегодня, и мы еще, хоть и не там, но уже в душе мы можем взывать к Богу, Господи, останови, это беззаконие здесь, на земле, невинные христианские души страдают от убийц, вот, и война в Сирии, самолеты на этих террористов убивают, ракеты бомбят, ну, казалось бы, Господи, да ты рукой вот самого нашего президента поражаешь этих палачей, значит, вот, как к этому относиться? правильно это или нет? Можно я еще добавлю чуток, чутка, но я не на твой вопрос отвечу, а вот перед этим что было? Ну, вот возьмем Иеремию, он был убит, но он перед этим Слово Божье пытался народу рассказать, это тоже Слово Божье, только Ветхозаветное, такое же пророчество, ничуть не хуже и не лучше, чем говорил Иисус Христос, он говорил тоже слова спасения, он записывал их от Бога, прям через Бога, барух записывал, барух, да, замечание, да, замечание, так что, причем тут только новозаветные, да, конечно, о всех праведниках, начиная от первых времен, даже Адама возьми, или Худрил, Аксена даже, да, от крови Авида, он еще даже, еще полно, до Давида, Ави, самый, 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 и то он упоминает, да, то есть, тут, справедливое замечание, да, так, но и все же, кто не побоится ответить на мой вопрос, священная ли война в Сирии, или не священная, нужно убивать террористов, или не нужно? Ну, я могу сказать, что не нужно убивать террористов, ни в коем случае, но только христианам, а вот Владимир Владимирович Путин, он может хоть кого убивать, потому что он не христианин, ему какая разница, но если и христианин, то он не настоящий, иначе, разве он мог бы давать такие команды, бомбить людей, потому что я не верю, что там и мирных жителей не зацепляет, куда они делись-то? Ну, сводки переводят, что такие точные попадания, что только прям по террористам, даже не делай в мирных юмин, и среди мирных бывают, как бы, потенциальные террористы, там и помощники террористам есть, они не террористы, но они их поят, кормят, содержат, горючее им продают, снабжают, поэтому... Володя Паченко, убивать людей, убивать нельзя, точка. Сергей, да, Аминь, так и есть, Иван Гляд, Матвея, 5.44, все, дальше уже мы не идем, любите врагов вас, даже такого вопроса, брат, можешь не задавать. Я задаю не потому, что я не знаю, а потому, что, может, кто-то сомневается, чтобы это сомнение развеять, вот такой вопрос и задаю. Я на войну лично не пойду. Другой вопрос. Говорят, что в Великую Отечественную войну люди шли и жертвовали собой, тем самым совершая подвиг. И приводят такое же... Даже место и священного писания нет больше той любви, чем кто душу положит за друзей. И дедов наших, благодаря которым мы сейчас можем здесь собираться, они проливали за нас кровь. Они герои. В то же время, они в очах божьих убийц. Они же убивали, как бы... Отдать жизнь за другого, это не совсем не героизм. Героизм, и с этим никто не поспорит. Но... Как здесь? Как прямо сказать, что они в очах божьих убийц, или герои и убийцы? Или вообще они не герои? Или им надо было не ходить на эту войну? Можно немножко местописание привести? Священное. Приведи. Когда Гедеон пошел на войну, Господь ему сказал, выбери себе воинов. Он выбрал. Там 30 тысяч было, потом там ушло, сколько-то осталось, 10 тысяч. Он говорит, давайте идем дальше. Пошли они. Подошли к Иордану. Говорит, теперь, говорит, пускай все пьют воду. Начали все пить воду. И Господь говорит, вот те люди, которые берут с руки, пьют и оружие не бросают, тех только возьми. Таких оказалось 300 человек всего. А он говорит, а с кем я воевать-то буду? Там-то 120 тысяч. Как я с 10 тысячами победу одержу? А тут всего 300 человек. А Господь говорит, а это для того, что когда вы одержите победу, а вы ее одержите, вы не хвалились, что это вы победили. Это я. Я за вас все сделаю. Я победил врагов заранее. И ты знай, что вы одержите победу. Тремя с вами человек. И тогда Гедеон пошел, меч Господа Гедеона девиз, и 120 тысяч мы детям дрогнули, друг друга поубивали и убежали в панике. Никого не осталось. И это Великая Отечественная война. Никто не победил, ни русский солдат, ни Сталин, никто. Победил Бог. Он все сделал за всех. А сколько надо было убитыми быть? Русским, немцами, у японцев, у американцев, у англичан. Они были убиты. Богом. Потому что согрешили все. И поэтому сколько там героев было, и где нам нечего считать. Все в силе Божией. Не по молитвам победили, что молились, пускай победа будет русского оружия, советского или немецкого. А победил Господь. Сергей, можно мне сказать, Светлана? Да. Вы знаете, я с позиции женщины сейчас скажу, отвечу на этот вопрос, как я его понимаю, или не отвечу, как получится. Вера Глаголева, Царство Небесное, она поставила фильм «Одна война». Меня этот фильм очень сильно потряс, потому что там было о том, что вот женщины, которые были на оккупированной территории во время войны... Андрей, Андрей недоступ, отступите микрофон. Ага, продолжайте. Вот. Женщины были на территории оккупированы, они родили детей от немцев. Они родили детей от немцев, и их, как преступниц, всех собрали, там много женщин с детьми на какой-то остров. НКВДшники там их охраняли, решали их судьбу. То ли расстреляют, то ли их там в тюрьму. И вы знаете, там одна женщина покончила жизнь самоубийством и кричала, вы, говорит, мужчины, вы нас... Не смогли нас защитить, так хоть жалеть нас научитесь. Вот для меня вот это, знаете, ну... Очень важные слова в моей... Ну, как бы, знаете, мне очень... Мне там... Потрясло очень меня, вот этот фильм потряс. Вот. И поэтому для меня на сегодня, ну, может быть, как раз Господь и защищает нас, женщины, детей, стариков, вот во время войны защищал, вот именно от этого, вот от немцев. И я, может быть, не такая уж христианка, но мы же защищались, мы же не шли войной на них, мы же не то, что как сейчас, например, в Сирии бомбят. Наши герои, наши герои, именно герои, мой дед родной, да, он пришел с войны просто весь больной, да, и умер от этих болячек. Он героем был. Поэтому на сегодня для меня, вот я так понимаю, что защищать-то хоть нас научитесь. Спасибо. Спасибо, Господи. Так, я тогда, может, не прослушал, вот эти женщины, они от немцев забеременели как? Они по-разному забеременели, кого-то насильно, кто-то насильно забеременел, у какой-то женщины стояли они в доме, да, и у нее были дети, было пять или шесть детей, и она вот за этот кусок хлеба для детей себя им отдавала, понимаете, по-разному там было, по-разному. Вопрос сейчас не вот в этих женщинах. Вы согласитесь, понимаете, что вот защищать продажную женщину, это не совсем правильно. Вы с этим со мной согласитесь? Я соглашусь на сегодня. Сам вопрос, что когда уходили, вот фильм тоже «Бабе царство», да, когда уходили солдаты, да, с такими понившими головами, детей, женщин, на поругание фашистам, да, им же, ну как, они уходили, оставляли своих родных и близких своих, немцам, которые жгли, вешали, расстреливали, да, убивали, вот это для меня факт, что защищать мужчина, защитник, и он как герой нашу страну защищал, это мое видение, я не претендую на истинную последней станции, спасти господи. Сережа, можно я немножко скажу? Дело все в том, что мы история искажена сильно, и когда безапелляционно вы утверждаете, что мы на них не шли войной, это совершенно неправда, Сталин все сделал для того, чтобы пойти на них войной, Гитлеру деваться некуда было, он первую ударил, а так бы Сталин первую ударил, у него больше было танков намного, и вооружения, и всего остального прочего, просто Гитлеру повезло немного еще, и все, это было два тирана совершенных, два деспота, если бы не немцы насиловали, жгли, увешали, русские пошли бы первые... Так, Игорь отключился, так, вот, все равно русские потом, когда победили, зашли на территорию Германии, они все равно делали это, насиловали, истребляли население, сколько могли, конечно, потому что уже же и американцы подключились, было непросто это сделать, но делали, однако, а почему нас не любят до сих пор, если бы мы все хорошо делали, разве бы сносили памятники в Польше, которые мы освободили, а перед этим в 40-м году 15 тысяч польских офицеров и... в Катыни, в Катыни было расстреляно 15 тысяч польских офицеров и сержантов и солдат, они нас не любят, поэтому, надо правду-то всю уговорить, почему мы должны только на себя все одеялко тянуть, мы что, язычники что ли, мы христиане, давайте вспомнить, вспоминать историю, такая, как она и есть, мы не гладкие и пушистые, да, фашисты были, но у нас лучше гулаг был, а вспомните гражданскую войну, посмотрите фильм «Чекист», вам понятно все станет, что творили большевики, и Сталин первый большевик, но это приблизительно, чтобы время не терять. Продолжим чтение Священного Писания, но еще 5 минут, а потом подискутируем. Книга Откровений, 6 глава 11. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Толкование. «Но не настало еще время, а убиенным даны были каждому из них одежды белые. Мученики облачаются в белой одежде чистоты и невинности, светлость добродетелей, славу того мира. Мы уже не раз видели, что эта белая одежда, эта риза нетления, обретается в водах святого крещения. А если человек обратился к Христу где-нибудь в тюрьме и не имел возможности принять крещение, и его за исповедание веры ведут на кайф. Какое он может иметь упование? Церковь всегда веровала, что таковым их мученичество мученичество вменяется в крещение, их кровь в воду, омывающую грех. Сам Господь о своей кресле смерти говорит. «Я буду креститься крещением». «А ученикам своим он предвещает, и крещением, которым я крещусь», то есть мученичеством, будете креститься. Матфея 20 глава 22-23. «И вот мы видим облаченных в белой одежде крещенных мученичеством. Потому столь вожделенно мученичество для христиан, что столь высоко вознаграждается. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Еще не настало время суда, и возмездие. Святые души должны еще покоиться некоторое время». В сравнении с вечностью и в пророческом видении это время кажется весьма малым. Пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополняют число. Первохристианские мученики, которых видит Иоанн, должны успокоиться, ибо не вошло еще полное число мучеников в небесной обители. Еще грядут бесконечные вереницы мучеников последующих гонений от римских императоров, от мусульман, от безбожников. «Еще грядут множество убиенных великой скорби антихристиантов. Еще не до конца пропиталась земля кровью праведной». У Бога же в его книге тайн от века предначертано то число убиенных, которое началось с Савеля, потом с христианского первомученика архидиакона Степана, и когда-то завершится оно последним мучеником времен Антихриста, имени которого мы еще не знаем. «Успокойтесь, убиенные за Христа, еще не все совершили свой подвиг. Когда же исполнится это число, тогда и начнется страшный суд Божий». Вопросы? Вот смотрите, на что хочется обратить внимание. Мы говорили выше о подвиге людей, защищавших свои семьи о Великой Отечественной войне, прославляемых ныне памятники погибшему солдату, и горит вечный огонь у этих памятников. Почему вечный огонь именно? Тоже вот. Там подвиг, и здесь подвиг. Здесь мученики умирают за Христа, молясь за врагов. Вот это истинный христианский подвиг. «Не воздавать злом за зло». Понимаете? Вот. А сегодня подвигом называется то, что человек за зло воздает злом, за убийство убийством. Называют это защитой, называют это подвигом. Вот два разных подвига. мирской понимания неверующих добро должно быть с кулаками. И христианский небесный. Любите врагов. Вот. Но с другой стороны священное писание есть такие слова. Вступайтесь за вдову. Но это не значит, что если вдову кто-то обозвал или он скорбит теперь бери кинжал и секир башками. Не об этом речь. Понимаете? Вступайтесь за вдову. Да, она вдова, она ей. Она потеряла мужа. День, ну, кормильца потеряла. У нее может быть там куча ребятишек. А ее там какой-то налоговый душик, что с голоду чуть-чуть не помирает. Ну, вступись, пойди к этому работодателю, ее там или который ее налогами задушил. Вступись, ну, это будет подвиг. Тебе могут пошатки, конечно, за это надавать. Тебя погнать с работы. Вот. Вопросы, пожалуйста, задавайте. Сейчас у нас прошел. Можно теперь не по теме. Вот. Любые вопросы. Можно мне? Можно. по-моему, Евангелие от Иоанна, я не помню стихи, номера. Господь говорит, не за всех молю, а за тех, которых ты мне дал. Как понимать это? Игнать Николаевич, отвечайте. Этот стих отвечен не однажды. Микрофон включите. Этот стих поясняется неоднократно. Читаем это у Еремии и у Евангелиста Иоанна. Первый говорит, не взывай и не молись о них. А второй говорит, не о том говорю, чтобы молиться. То есть, эти люди имеют как бы начертания, а духовное оно уже есть на них. Об этом начертании мы считаем у из Икииля, это за 700 почти лет до Рождества Христова уже эта печать была, начертания запечатленные были. Не о них молись и не проси милости, а что? Вот они молятся, вечности, так, но смысл-то наказания разный. А зачем сажают сегодня человека в тюрьму? Он грешил, может быть, несколько минут, а дают срок, он лет десять сидит. Неравное одно другому-то, а по-другому никак, притом это везде, во всем мире, чтобы человек вразумился, стал другим. Не просто так, око за око, глаз ему выбил, он остался тоже, а он сидит, теперь кается, жена приезжает, говорит, на свиданку приедет, как трудно, одна с ребятишками и прочее. Вот тут надо понимать так, что они молятся о том, чтобы через наказание, а какое-то Бог знает, они осознали свою беду, покаялись и обратились. А как это может быть? Очень просто. Когда началась эта революция, то люди поняли, избавления никакого нет, истребляется класс дворянства, священства, офицерства, казачества, под корень целиком. Ну, вот не Мюллера мы считаем, он говорит, когда пришли брать евреев, я не еврей, я промолчал. Когда пришли брать профсоюзных активистов, а я не профсоюзи, я опять промолчал. Дальше стали говорить, антигитлеровский блок какой, я в нем не стою, а когда пришли брать меня, и уже нет никого, за меня никто не годотайствует. Он эту фразу сказал, и она вошла в историю, эта фраза, это называет пастор, как бы литеранский. А в этом есть большой смысл. Вот посыл из тех человека сажают, он не трогал никого, его забирали и все. А ты с белыми был, или на оккупированной территории, время-то идет, подчищают подряд, а кто-то остался. Он зашел в комсомол, вот начали раскулащивать 29-30-е годы, и он тут на коне. А что ты сделаешь? А вот репрессия, и он опять остался, потому что выборочно было. И наконец, 22-е июня 41-го года, подряд все и пойдут и женщины, не только страдать, а отдельные эскадрильи самолета были и женщины. А вот теперь час возмездия настал для всех. И как он Гитлер дошел быстро, он думал всего 8 недель война будет здесь, а затянулось то куда? Когда он наказал всех, теперь будет наказан он. Теперь мы можем рассматривать. Я вчера, сегодня копировал книги, которые написали они, фельдмаршалы. Они переведенные, трудно копировать, перекопировал, ну и полностью посмотрел. Мысль именно такая. Вот говорили, а вот они, женщины, насилованы были. У немцев то есть, нигде не насиловали, когда были на территории, то ни одного случая не было, ни одного. А почему? Сразу смерть. Вот как Кермаку. Один изнасиловал, ему камней в мешок и туда не было. А Жуков отдал на неделю или на две. 150 тысяч женщин было изнасилован. Немок. Здесь ни в одном месте ни один немец не посягал. Она добровольно отдалась. И когда были они во Франции, и изнасилован не было ни одной женщины. Но были такие, которые с ними имели общение. И прямо показывает, как только вошли американцы в Париже, их под наголо, больше им ничего не было. Сняли с них волосы и все, чтобы все видели, что они с врагами заводили тут шашни свои. И вот через наказание. И вот теперь они находятся в плену 4,5 миллиона, вот как Бойко Николай Ерапеевич. И он теперь задумывается, он комсомолец был, теперь он находит Бога. И вот теперь по-другому выглядит, что они там молятся. Это не только Ветхозаветные, там и нет разделения. Там единое все. А то, что накажи их, ты сказал, что если не наказывай, то как Бога-то узнать? Не Бога узнать. И он зато говорит, а справедливость. Когда беззаконник живет, его никто не трогает, кости напоены мозгом, ребятишки-когтелята прыгают. А справедлив Бог, а нет справедливости. Отсюда мысль, она должна быть в другом месте. Вот подтверждение суда Божия, не справедливость, говорит золотовец, а не то, что там Бог только есть. Что Бог есть, это любой листик, любая букашка говорит, а именно справедливости. Вот в этом. И поэтому их молитва о том, чтобы они в конечном счете обратились. Другого толкования нету. Андрей Кесарик и Падокийская прямо на это указывает. А разве они обращаются? Еще как! Когда евреи попали в плен, подняли они в восстание, там Барков, Бараби Акиби, его помощник, и они были в плену. Ведь слово синагога встречается только в Новом Завете. Тогда было, когда при царе Иезекии нашли один экземпляр на весь Израиль, одно Евангелие, Библия, ну, Ветхий Завет. А теперь, когда они вернулись, в каждом городе, даже в небольших селениях, везде строились синагоги, школы, по-нашему сказать, вести занятия. Вот какие они вернулись из плена. Почему князь Михаил и спорил с князем, ну, припирали с князем Персидским. Длатаус это подробно толкует, что пришло время освобождаться, и Господь выполняет это. А тамошний князь Ангел говорит, нет, они тут и жертвам идол не приносят. А они здесь учат мой народ Персидский. Смысл вот какой заложен. Это толкование никто не знает. Никто из протестантов, сектантов, еретиков. А у нас все открыто. Просто вы не читали. Поэтому все стоит на месте. Женщины эти, которые были ни одной, повторяю, ни одной, и нигде в аналог советских никогда не говорили, что они насиловали. Нет этого. Совершенно нет. Почему его сразу же на месте расстреливали. Почему? У Казани Гитлера. А они все боялись. До рейхст-маршала и до всех пельдмаршалов боялись где-то. А советские, нет, у них ничего не было. Прямо официально разрешили и делали. И вот здесь как раз эти вот 96 серий-то день за днем-то показывает он. Я, говорит, слышу крик, какой в комнате. Он ворвался туда, а там казаки-то вошли с конями. И он офицер. Женщина совершенно голая немка. Что он с ней сделал, я, говорит, не знаю. Я вижу, только он ее шашкой полосует, рубит, только куски от нее летят. Его бросили составлять, он бросился на своих. Он как с ума сошел. Почему? А у него погибли от авиабомбы жена-дети. Вот какое было. А там это никто не отрицает сегодня, показывает. И немцы об этом говорили. Нужно все до конца договаривать. А если не знаем, ну, если не веришь, что я говорю, поищи в литературе Вторая мировая война день за днем. Факты. Поэтому мы должны молиться не о том, что не наказывай Господи, а обрати. Вот это нам будет более понятно. А как он знает? А то, чтобы любить врага, в природе нигде нет этого. Нигде нету. Это мы считаем братья Карамазовых. Поэтому это сверхприродное прямое повеление Божие. А как обратить его? Голоде, накорми, не больше того. И ему сказать, ты убиваешь, ты не знаешь Бога, познай его, обратись. Вот и все. Отошел. Спаси Христосу. Слава Христу. Все, пожалуйста, вопрос. Спаси Христос, но ответ, очень большой ответ. Ну, то ли не дослышал, то ли это. Я, когда Господь молился к Отцу, говорит, не о всех молю, а только о тех, которых ты дал мне. А вы, я понял, вы перешли к тому, про что мы читали чуть раньше. Да. Я объяснил, что не за всех молиться. Совсем 16 читаем Иеремию. И не молись, я не услышу тебя, он сказал. Это сходится с тем, что Христос сказал. Им и об этом и говорится. То есть на них, как начертания. Я вначале сказал, вы не расслышали. Об этом говорит в первом послании евангелист Иоанн. Не о тех, говорю, молись. Прямо показывают. Есть грех смерти. Не о том, говорю, чтобы молились. Грех смерти показывает причину, по которой нельзя молиться. И Господь-то, он Христос, Бог, он знал, и не о всех молится, и он так же делает. Так же делал Иеремия, так же делал Иоанн, богослов, я это ответил. Два места в Библии, которые говорят, подтверждают молитву Христову. Мы должны знать, за кого молиться. Только обрати, а не пощади. То есть, которых ты мне дал, это те, которые покаялись, стали христианами. Которые приняли Христа. Да, да. А тех, которые... Приняли Христа, через покаяние же только можно понять Христа. А которые распяли, они не знают, что делать. Прощен ли грех? Нет. Он просил сохранить их. Те искушения, которые придут, чтобы не поколебали их веру. Но потом, когда же, когда Господа распяли, Он говорит, Господи, отче, прости их, они не ведут, что творят. То есть, если он уже конкретно молится, прости этих, которые распинатели, то есть, этих, которые кричат там... Молитва не услышана. Молитва не услышана, как бы. Они так и остались распинателями. Мы должны молиться, хотя бы на все 100% знали, что он не обратится. А это тех, которых ты мне дал, которые покаялись. Он молился, сохрани их. А о тех не говорил, не сохрани ничего. Зачем? Он показал, что надо молиться. Нам не о результате надо думать, а о том, как выполнить волю Божию. Здесь не противоречит нисколько. Мы вот один раз услышали, сразу согласиться, все. Да, действительно так. Он своих знал и молился, чтобы он сохранил, Отец Небесный, я ухожу, а он их сохранил, чтобы они не поколебались в вере. А этих просто молитвы, и эта молитва осталась безответная. Ничего тут нету, так понятно. Тогда нам пример дан. Он и крещение дал совершить правду. В крещении прощается и в грехе у Христа его не было. Зачем креститься? Совершить правду. Одно слово, и мы сразу замолкли. Так и здесь. Он о них молился, да. Можно еще дополнить, Сереж? Да, можно. Дело все в том, что вот, кто-то, брат, пропадает. Пропал ты куда-то. Микрофон, наверное, отключился. Лонгин был при кресте сотник, который был слепой на один глаз, а когда кровь Христа попала ему, то он прозрел. Но это жития святых. И он впоследствии стал христианином. Вот молитва и услышана хотя бы для него. А с ним еще два воина были. Ну, я не знаю, они стояли при кресте, нет, но рассказывается, что еще два воина стали ревностными христианами. Они покинули воинскую службу и проповедовали недалеко от Иерусалима, в пустыне. Их потом там благополучно, конечно, поймали и убили. за проповедь. Так что молитва и была частично услышана, но другие, кто не покаялся, те и не были прощены Богом. То есть из всего этого нам нужно сделать такой вывод, что Бог не может простить того, кто не просит прощения. За это и понятно. Ну, а как? Он не просит прощения, ему не стыдно, он делает зло, он пребывает во зле. Бог не хочет, чтобы зло было вечно. Поэтому он и поставил Иерусалима с огненным мечом перед Раяшку. Все. Конец злу. Можно я скажу? Да. Здесь вот Христос, когда был распинаем и молился. Прости, мы его не ведем, что творят. Он молился, естественно, из-за язычников времен и прежде всего за еврейский народ. Почему? Он молился, чтобы не в сию минуту, а вообще, чтобы они были прощены Богом, поскольку восстали и не ведая, что творят. Они не хотели этого, мессию. А творят они не только одно распятие Христово, они ведь этим творили то, что они уже готовили почву тому мессии, антихристу, который придет через несколько тысячелетий. Они готовили почву уже тогда, что им нужен другой мессия, другой нам нужен Христос, который будет нас слушать, который будет делать, как мы думаем. Вот. А зачем они это творили? Они этого сами не понимают. И вот Христос молился, простим, ибо не ведают, что творят. Вот здесь. И молитва это естественно была, она услышана отцу. Зря ни одно слово Христос не говорил. Я закончил. Сережа, можно дополнить еще? Можно, да. Место Писания дальше говорит как раз об этом, что сейчас Ильин сказал. Ведь по смерти Христа многие святые вышли из гробов и пошли к своим родственникам здесь же в Иерусалиме. Ну, по всей Израиле я понял. И написано и многие уверовали. Так что молитва в принципе была очень сильно даже услышана. Уж не говорю о дальнейшем, о чем он говорил как раз сейчас. Так. Ну, что, Роман, малыш, нашел для себя ответ? Ну, спаси Христос за ответ, ну, как, не совсем до конца. Совсем до конца, да. Видите, ошибка вот в чем. Когда друзья пришли за Иерусалима, как бы, посочувствовать, а начали его обвинять. И Господь в конце уже читаем, там, 39-я глава говорит, кто сей пообращающий смысл проведения. Иов это понял. друзья, он им остапетил, стоило ли вам припираться и лгать за Бога? У нас такое понятие, Христос молился, и все выполнено. Да нет, конечно. Нет, он молился, да минует меня, чаша сия, самая главная молитва. Миновала она? Нет. Это показывает его смирение, и все. Нет, он всеровался, жене, они это молился. Он говорил о распинателях, не о тысячелетней давности, которые будет. Он молился о них, ибо они творят, сейчас творят, они не знают, что. Мы думаем, что если Христос не отвечен был, молитва его не отвечена, мы как-то его унизим. Нет, конечно. И мы своей молитве, когда просим, мы не должны настаивать на своем, ответить, да будет воля твоя. Но мы молимся, а воспитание детей, они непослушные. Молимся, о друзьях, а они врагами делаются. Молимся о здоровье, а тут парализация. Упал, задобили, придобили, машина хлопнулась, и ударили тебя, и все. А потом, когда пройдет время, ты увидишь во всем этом благодейще Божья десница. Я это могу сказать по своей жизни. 9 января меня везли мимо городской елки арестованного. Конечно, у меня такая была деятельность. Всю страну наполнил златоустом, Библии. И вдруг все прервано, арестовали, сгребли. Но потом, когда выходил, я сказал вместе с Лженицем, благословляю тебе тюрьма. Ты меня многому научила. Я это все знал, что видел. Но это все только на бумаге. Теперь я прошел. На мне остались эти рубцы. Теперь я благодарю Бога. Точно так и здесь. Они молились и на земле об избавлении от этого. И они молились, чтобы прекратилось гонение. А он говорит, именно для этого они оставлены, чтобы гнать. Ну, расстреливали царя. Свердлов давал указания. Ленин там шептал за углом в театре. Ну, а теперь все на той стороне. И войну так же это было. Где они? Ни одного фельдмаршала нет, ни одного солдата, который там упал и грязь затоптали. Единственное, кого можно почитать, это Остафьева Виктора Петровича. С грязью перемешанные идут, в трубку плавают и там все разносится, как вот очистилище Александр Невзоров показал. Танками размазывали кишки. Но доколе это будет? Доколе и показано слово Доколе не мстишь, владыка. Будет суд божий. Сейчас сюда еще нету. Сейчас время подвига. Мы на ринге находимся. А если бы не было этих гонений, никто бы не получил награду, говорит Золотовус. А как? Он не приходил. Фишер не вышел, а Карпову присвоили чемпион мира. Но все же знали, что он ни одной партии не играл. Ну и какой он чемпион-то? До этого только он их разгромил со счетом 5-0 всех. Ну вот такая история. Да, так. Святые просят об обращении. А как? Конечно, через наказание, через репрессии, через войну, через болезни. Вот этот смысл во всех отношениях безупречен. Еще вопросы? Добрый вечер. Роман Малыш, вот вы сказали про печать. Вот я, сам я, конечно, сама не знаю, но я смотрела Вера 77, православный канал, и вот он нам много объясняет. Мне запретили, мне запретили разговаривать на эту тему. Ей-то не запретили, ты сиди слушай пока. Давай. Там он рассказывает. Ответить могу? Я сейчас и я расскажу. И вот я там смотрела, вот он рассказывает, что эти вот, когда антихриста придет, он не успеет всем поставить. и что заранее, вот как вот ваше мнение тоже, вот, и я там, конечно, не знаю, но там много про это рассказывает. Вы правильно смотрели, я тоже пересмотрел эти все, Вера 77 и Вера 777, отличные каналы, там Игорь Николаевич есть такой, из Донецка, по-моему, или из Луганска, я забыл. Да, да, да. Семенов, он отлично все, он вообще раскладывает по полочкам, редко где услышишь это. Я сейчас застучу обои, ребята, остановите. На 13-е дойдем, будем говорить, там будет о чем поговорить. Ты не держал, о чем уже говоришь. Я говорю. Обещал. Ну, женщина, да ты сказал, я же сказал, что мне нельзя на эту тему пока говорить. Ну, ладно, все. Нельзя, там говори. И еще, так, вот я еще говорю, вот я сегодня слушал по каналу Союза, патриарх Филил выступал, и он сказал, вот называют эритик, эритик, а он, говорит, он обидится и будет врагом, и как вот, а он, говорит, не считает себя эритиком. Вот сегодня я по каналу Союза патриарх Филил говорил, а он себя эритиком не считает. Вот. И он, говорит, обидится, спасается там в своих общинах, в своих общинах спасается, а это, вот так вот, в таком смысле вот. учитесь выражать свои мысли правильным языком, литературным. Вот вы что-то сказали, я ничего не понял, что вы хотели сказать. Я считаю, что патриарх не согласен, что он эритик. Нет, не патриарх не согласен, что эритик, а тот человек, который назвали эритиком. Вот. Поэтому его эритиком называть нельзя, а то он обидится, да, и станет вообще архи-эритиком, да? Нет, он сказал, если бы найти душу, говорит, своих спасает в общинах, а если вот душу это вот так, чтобы она ну, правильности, что ли, нашла, или как, вот так вот он сегодня вот. Смысл его речей такой, не называйте эритиков эритиками, чтобы они не обиделись, да? Хороший человек, хороший обольститель. А как его эритика еще называть, если он эритик, если он пути лживому учится, его и надо так и называть, это сейчас придумали, конфессии, динаминации, эритики царство Божие не наследуют. Эритики, ну, они извращают смысл священного признания, но каждый раз перед занятиями я молюсь одной и той же молитвом, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественного сути. Это не значит, что я молюсь и так мы никуда не уклонимся. Я вот он тут с нами сидит, хочет нас увезти в сторону. Ему хочется сказать, что печать уже ставится кругом, и вы лучше развесили, печать-то уже поставлена. Ну вот и биометрические паспорта... Начертания! Причем здесь печать? Начертания. Начертания. Конкретное слово, начертания. Начертания. Тебе сказали не говорить. Вы ложь говоришь. Я говорил начертания, а ты уже про печать на меня нацепил печать. Ну ты же говорил слово антихрист. Начертания антихриста и печать антихриста слова синонимы. Чем они значаются? Ложь про тебя говорит. Слово антихриста было сказано тобой. Слуги антихриста. Ну слуги антихриста. Хорошо. Перед тем как поставлена печать сейчас пройдут начертания. У тех которых начертания оно потом превратится в печать. Так ты считаешь? Начертания это есть. Ладно, давай, даю тебе слово. Начертания это есть, начертания. Вот, 13 главе конкретно, что он сделает то, что положит начертания. Начеркание человек может спастись или не может? Нет, уже там дальше пишет Господь не пойдет. Уже не может. Ты так считаешь? То есть ты считаешь, что вот Игнатий Тихонич, который получил биометрический паспорт для того, чтобы поехать на благовестие, принял начертания и он теперь в рай Бог его не пустит за это. А у него не тот паспорт еще. У него не биометрический. Именно тот именно этот биометрический. Без чипа, у него нет чипа в паспорте. Именно про такие паспорта вот этот твой еретик, он не разложил так же мне по мозгам проехал так же, как и тебе. Вон Никита Колесников вот так вот показывает это самое. Ой, Господи, не дай уклониться ни на право, ни на лист. Ладно, ладно, ладно. 13-й Валентинга. Святые отцы учат нас, что будет перед принятием печати антихриста или начертания антихриста, не важно. Самое главное, что человек не сможет перекреститься и человек отречется от Христа словами осознанно, принимая печать антихриста или начертания антихриста. Анти это просит. Он своими словами должен сказать, прежде чем принять печать я отрекаюсь от Христа. Да, я выбираю антихриста поставки мне, пожалуйста, печать налог. Я хочу продавать и покупать. Вот это как раз и есть облачение самое большое. сережа, можно я скажу чуть-чуть? А вот Игнатий Тихонович скажет. Забыли еще совсем, что антихрист потом показывает паспорт. Вот он, диаметр паспорт. Сергей Павлович, извини, я скажу. Это старый паспорт у него. Это старый паспорт, не может ты говоришь. Вот он. Единый правитель на земле будет. Единый правитель будет на земле, антихрист. О чем вы тут говорите? Молчащий глупый сойдет за умного. Ты лучше помолчи чуть-чуть, Роман, и читай, читай, читай. Ты еще находишься на первой ступеньке социального развития. А откуда ты взял, что единый правитель? Я хочу знать просто, ну давай, открой мне. Молчи лучше пока, слушай, молчи, и все, больше тебе ничего не надо. Молодец. До 13 главы, давайте, до молчащих. Кстати, Тихонович, это у вас старого образца паспорт, здесь никакой там нет у вас ни чипа, ничего. Ой-ой-ой. Откуда он нашу голову, скажите, а? Господь попустил, а что? Да, дабы искусным, искусным, как это сказано, был среди вас разномыслие, дабы выявить... Две минуты осталось, все, нет времени. Если вас задело, мы можем 13 главу поднять, там черный по белому написано, я не пойму, что вы читаете? Просто не дошли еще, я уже прочитал ее несколько раз. А вы думаете, нет, такие глупые, глупые. Там четко указано, четко. Есть дракон, есть два зверя. Дракон это сатана, и тоже... Я тебя запретил говорить, ты почему говорить? Ну, ну, видишь вот, вы начали сами. Мы виноваты. Я тебе запретил заговорить, ты согласился, пообещал, обещание не высказал. Ну ладно, говори, ты же перед этим сказал, ну ладно, говори. Сережа, отключай это безобразие все, отключай лучше. Ну вот, выход большой. Чтобы объяснить человеку, давай отключим. Ты так на благовестие тоже хочешь? Так, берешь, нет, иди отсюда. Давай я точно так хожу на благовестие. Все, отключай его, Сереж. Этот бурь будет долго сейчас там продолжаться. Вырубай, вырубай. Игнать Тихонич, вам слово заключительное. О чем? О печати. Придели в опечателе? Договорились, что 13 глава подойдет и будут говорить. И Роман Николаевич все это расскажет, там что. Пока на 13 будем ждать, да. Роман? Роман Юрьевича. Как? Юрьевич? Юрьевич, это Фроликов Николаевич. Ну вот тогда и об этом поговорить, и все. Не надо, не как святых отцов обходить и прочее. Они прямо говорят, что... И не я буду рассказывать, рассказывать будет святой отец. Потому что святые отцы разнились в этом толковании. Одни говорили будет видимое, а другие говорили невидимое. И я еще только недавно обратился и первый раз коснулся этого толкования и слышал, как это старобрядцы очень сильно привязаны к этому. И как они между собой сражались. Вот примерно вот так же. Это все-таки важный вопрос. Почему? Это важнейший вопрос, потому что за принятие это Господь не простит. Здесь-то мы можем... Ну что, человек грешит, покаялся, все. А здесь-то не простит, поэтому это очень важный вопрос. А он и до Антихриста не простит, этот человек отрекся от Христа. Во все времена были предатели и верные Господу. И во времена Антихриста также будут предатели, которые отрекутся от слов Христа и которые будут ему верны. Так можно принять начертания, не отрекаясь от Христа. Вернее, как можно принять печать Антихриста, что Антихриста еще нет. Никто не заставляет от Христа отрекаться сейчас. Никто не заставляет. Своей жизнью люди своей жизнью они отрекаются. То есть они живут так, как будто они их не сдавят от Христа. Все, это отреченные от Христа. Что здесь непонятно? Ничего себе проповедник у нас тут нашелся. Нету никого, хана. Закапываемся. Давайте помолимся. Все на сегодня. Благодарю. Болись. Достойно есть всякого истину Блажите Тя Богородицу Пресноблаженную и пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Без истления Бога Снова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Дай Помолиться. Аминь. Аминь. Прошу Ваших Молитв Сегодня ночью путешествую на станцию туда и обратно и Анну отправляю. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Ангелохранитель Путь Слава Господу Нашему С Богом С Богом С Богом Сергей Павлович Спаси Христос Слава Христос Аллилуйя Ну что у нас всех Синоков-то забрали один остался только Поздравляю С